Библейский портал экзегет.ру представляет 120-й псалом, который является вторым в 18-й кофизме. Это наша беседа, как и многие другие, записываются редакцией портала экзегет.ру в Средницкой духовной семинарии. Во второй песне из серии псалмов «Восхождение» автор поднимает глаза к горам, потому что верит, что оттуда Господь снизойдет и пошлет помощь сыновьям возлюбленного им Израиля. О каких горах идет речь в псалме не сказано. Вопросительное местоимение «откуда» не является специфическим библейским термином, указывающим на особенно высокую или чем-либо примечательную гору. Остается предположить, что такой горой мог быть Сион, который в псалмах также называется «святой горой» в силу расположенного на ней храма. Местонахождение храма символически называлось местом обитания Бога. Защищая свой народ от притеснителей, Бог словно спускался с горы Сион. Текст псалма ничего не говорит о том, проживал ли автор псалма в Иерусалиме или он составлял свой гимн, находясь вдалеке от священной храмовой горы. Ключевое слово псалма «защищать» во всех пяти случаях употребления его в псалме, оно неотъемлемо связано с Господом. Господь-хранитель, Он будет охранять, Он сохранит. Особенностью поэтической формы гимна является то, что текст начинается с личного разговора от первого лица «меня», продолжается благоположеланием от второго лица «тебя» и доходит до абстрактного утверждения в третьем лице «Господь, хранящий Израиля». Не исключено, что в древности 120-й псалом исполняли по ролям. В таком случае первые два стиха произносил первый голос, может быть, какой-то солист. Третьи и четвертые стихи воспевались народом, а пятый и восьмой произносились священником. Рассмотрим детальные содержания. Риторический вопрос из первого стиха находит свой ответ во втором стихе. Только Господь является истинным защитником. Если рассматривать данный псалом как песнь паломника, написанную через много лет после возвращения из Вавилона, тогда чаемый сион – это, как ни парадоксально, не символ безопасности, а, напротив, источник беспокойства. «Отправляясь из дому в гористую местность Иудеи, или, наоборот, возвращаясь из Иерусалима домой, ну, скажем, к себе в Иерихон, на паломника могли напасть разбойники, ограбить и оставить умирать при дороге еле живым». Кстати, здесь перекликается у нас текст с притчей о милосердном самаритянине. Вполне закономерно, что в голову у осторожного паломника мог попасть следующий вопрос – «Откуда же придет помощь моя?» Затем он вспоминает Господа, сотворившего небо и землю, в честь которого евреи ежегодно совершают праздники и мысленно успокаиваются. Для поэтического ритма данного псалма характерна ступенчатая структура. Так, последние слова первого стиха «помощь моя» является первыми словами второго стиха. Обратите внимание, что последние слова третьего стиха «не воздремлет» в древнеюристском тексте идентичны первым словам четвертого стиха. Ну, а также обозначение Господа хранителем Израиля связывая стихи второй половины, четвертый, пятый, седьмой, восьмой. На границе второго и третьего стиха воспевающие псалом лица меняются местами. Такой литературный прием напоминает древние библейские гимны, в которых описывается диалог во вратах храма между священниками и заходящими на территорию храмопаломниками. В 23-м псалме задавался вопрос, «Кто достоин взойти на гору Господню?» Ответом было свидетельство о благочестивой жизни, тот, у которого руки не повинны и сердце чисто. Если такой человек достоин получить благословение от Господа, войти внутрь святилища, то тем более непорочный человек имеет право возвести очи свои к горам, откуда он ожидает помощи. Вернусь на секундочку к первым двум стихам. 23-й псалом употребляется за богослужением в чине подготовки ко святому причащению. В начале данного чина стоят три псалма. Обратите внимание на это сочетание. Три псалма. После этого идет канон, после три святоя, а после канона тропари по три святом и молитвы. Примерно такую же структуру имеет богослужение часов. Если вы обратили внимание, то из чего состоят часы. Например, третий час. Он читается у нас сейчас перед началом литургии. После возраста священника читаются три псалма, после которых три святоя по чинаш, тропари, сорок раз Господи помилуй, и молитва. Или, вернее, там их две получается. Вот такую же структуру имеют последование ко святому причащению. Но давайте посмотрим на содержание. О чем эти три псалма, в состав которых входит и 23-й. О том, кто достоин войти в храм. Кто достоин войти в храм? Тот, у которого руки неповинные и чистое сердце. И чистое сердце. Вот тот достоин войти в храм и принять участие в совершении богослужения. Хотя 120-й псалом, он не пересказывает ту литургическую традицию, которая отражена в 23-м, но мы угадываем, что здесь, скорее всего, та же самая история. Отсюда возникают два таких вывода. Первый. Что богослужение могло совершаться не статично, но в движении. Например, в письмах паломницы Этерии конца IV века, описывающей богослужения в Иерусалиме в конце IV века, указывается, что лития совершалась вне главного иерусалимского христианского храма. То есть паломники, начиная свой путь с Елеона, останавливались на тех или иных местах, и там служились короткие богослужения, которые надо называть литьей. Но имеется в виду не заупокойное литья, а в целом какой-то набор молитв, ектении и так далее. А дальше паломники продолжают свое шествие с пением, как сейчас, во время крестного хода. Идут паломники и по пути что-то поют. Такой элемент пения в движении в теперешней православной традиции сохраняется в двух наиболее ярких богослужениях. Первое — это крестный ход, особенно на Пасху, или малый крестный ход во время крещения людей, когда вокруг купели мы с пением «Елица во Христа креститесь», совершаем хождение. И второе — такое хождение во время литии, то есть когда освящают хлеба. По идее, священнослужители должны вместе с хором выйти в притвор храма, там освятить эти хлеба и дальше войти. Итак, пение, которое сопровождает хождение. И вот эти этапы вхождения в храм, они наблюдаются у нас уже в ветхозаветном богослужении. Есть те левиты, которые поют в самом храме внутри, на ступеньках, а есть те, которые встречают у входа. И отсюда мы можем у себя мысленно представить примерно такую историю. Идут благочестивые паломники в храм, и там громко, там они останавливаются перед входом в храм, там их какой-то громогласный священник, натренированный, их вопрошает под пением музыки, вот, вернее, они подходят и как бы его спрашивают, а кто достоин выйти в храм? Он им отвечает, не повинен руками, чист сердцем, вот, тогда что-то поет еще сам народ, и после этого их как бы в храм пропускают. Обратите внимание, что у нас за пасхальным богослужением какие-то части песнопения начинаются при закрытых дверях храма, которые у нас сейчас символизируют запечатанный гроб, который потом распечатывается, оттуда исходит свет, восстает прославленный воскресший Христос. А в богослужебных песнопениях мы встречаем такой интересный аналог, интересную аллюзию на Божью Матерь, что через нее Сын Божий прошел как через закрытые врата. Они были закрыты, а он как бы через нее, не нарушая ее девство, а прошел, вот, появившись на свет. Таким образом, она осталась непорочной девой до и по рождении своего благословенного сына. И вот этот образ врат закрытых, открытых, он играет литургическую существенную цель на практике, но и в богослужении. По всей видимости, что вот эти остановки, они были частью каких-то особых торжественных процессий на определенные праздники. вот, ну и точно так же и здесь, возведу отчимы горам воспевает кто-то из паломников, вот, а уже встреча этого паломника тебе не даст он поколебаться, не дремлет, хранящий Израиль, это уже некая встреча этого паломника в храме другими певцами. Во второй части псалма паломнику напоминается о божьих обетованиях. Какие бы ни были опасности, Бог не позволит ноге поколебаться. Господь никогда не задремлет и не заснет, в отличие от обитавших на высотах языческих кумиров, богов плодородия земли, которые словно засыпали зимой, и поэтому земля не давала урожай. Высмеивая пророков Ваала, собравшихся на горе кормил, Илья надсмехается над их верой в башка, перед которым они скакали и приносили жертвы. Цитирую. Может быть, он задумался или занят чем-либо или в дороге, а может быть, он спит. И так здесь упоминается слово спит, а может быть, и спит, так он проснется. Вера в то, что Господь никогда не дремлет и не спит, основана на трех убеждениях. Первое. Господь создатель неба и земли. Второе. Господь хранит Израиля. Хранит как свой народ на протяжении всей его истории после выхода из Египта. Отсюда и слова «Господь твой хранитель». Последнее, третье утверждение, которое касалось меня, свидетельство о личной заботе Господа о каждом члене избранного народа. Итак, он творец мира, он хранитель Израиля, и, наконец, он твой, то есть мой хранитель, мой личный ангел-хранитель. Ангел в самом высоком значении этого слова. Личная забота о каждом человеке в третьем разделе Псалма приобретает вполне конкретные характеристики. «Господь твоя сень, или по-другому тень, в которой можно укрыться от палящих лучей солнца и дневного зноя». Интересно, что тень упоминается до того, как рассказчик подойдет к упоминанию солнца. Следовательно, тень выступает здесь как инструмент защиты, который путешественник берет с собой до начала долгого странствования. Господь как боевой соратник и лучший советчик идет по правую руку от тебя, от десную тебя. Он защищает как от удара солнца днем, так и от луны ночью. Ссылка на луну скорее всего была связана с разбойниками, которые нападали по ночам. Здесь нет упоминания о ночном холоде, который был бы противопоставлен дневной жаре. Нет противопоставления лунного света вредным воздействием солнечных лучей, которые вызывают увядание растений и вызывают у человека симптомы солнечного удара. В древнем мире, правда, существовало поверье, что луна оказывала губительное влияние на человека, служила катализатором развития душевных расстройств. Так описанный у евангелиста Матфея одержимый нечистым духом отрок, который в новолуние беснуется, отсюда лунатик, тяжело страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. В данном случае припадок эпилепсии рассматривается как следствие негативного влияния лунного света. В западной литературе в отношении луны можно встретить очень много интересных воззрений в отношении того, как луна влияет на человека. Действительно, начиная с 19 века к влиянию луны пристальное внимание, особенно, когда она полная, не только это связано с силой притяжения, которая влияет в том числе на приливы и отливы, но, видимо, это еще и связано с тем отраженным светом, который доносится от луны до земли. Итак, некоторые исследователи, в том числе и в отношении библейских наук, считают, что действительно каким-то образом луна могла и может воздействовать на человека своими лучами, оказывая негативное на него влияние. Но я в своем выступлении подчеркнул то мысль, что здесь мы скорее должны искать не метафизические, а вполне физические явления, связанные с ночными опасностями, что какие-то могут быть ночью незамеченные нами разбойники напасти или дикие звери, но вот все то, что наводит кошмар и ужас. Кстати, в 90-м псалме там тоже ночь она связывается с этими наваждениями, страх ночной как некая опасность. Упоминаемое в 7-м стихе зло вероятно относится не к злым помыслам, приходящим на ум под влиянием сатаны или собственной греховной натуры, а к любым бедствиям, которые человек может переживать вследствие нападения злых людей, болезней или природных катаклизмов. В подтверждение этому служит указание следующего стиха на выхождение и вхождение человека из дому для совершения какой-либо работы в поле деловой командировки или паломничества. Таким образом, Господь выступает хранителем человека на всех его жизненных путях. В любом месте и в любое время Он бережет его от непогоды и плохих людей. Поэтому паломник может не бояться трудного путешествия, но смело направлять свои стопы к Сиону, к горам, откуда всегда ожидается помощь и защита. По святителю Афанасию Великому вторую песнь восхождения воспевает народ, который только освободился от плена и стал на путь возвращения из Вавилона в Иерусалим. Он был застегнут в горах и поэтому по Афанасию умоляет Бога подать помощь. По святителю Иоанн Златоусту 120-й псалом передает настроение души, которая, подвергшись болезням, затрудняется, неудомевает и желает получить утешение от Бога. Для того, чтобы получить эту помощь свыше, цитирую Златоуста, не нужно идти далеко, не кланяться привратникам, не сдерживать деньги, не отправлять посольство, но можно, оставаясь дома, приобрести это Божие покровительство. Только нужно отрешиться от всего человеческого, держаться этой надежды, иметь острое зрение и смотреть на предметы высоко. Для того человек создан прямоходящим, чтобы он мог поднимать голову к небу и помышлять о горнем. Если человек сам не будет соблазняться и не будет уклоняться от намеченного пути, Господь подаст руку помощи, поддержит, не даст ноге поколебаться. Благодарю за внимание.